Добрый вечер в эфире телеканала GTSU. Время новостей. С вами Азат Жумаханов и сурдоперевод Марата Жумабекова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Талдыкургане завершился суперкубок по волейболу среди женских команд. До финала дошли фавориты Усть-Каменогорский Алтай и команда Алматинской области ЖТСУ, чья взяла в итоге. Грандиозная стройка. В области возводится 688 новых объектов. Однако не на всех соблюдается строительные нормы и правила. Брак в работе наказуем. 65 государственных служащих с начала года наказали за некачественное оказание государственных услуг. И сегодня в Талдыкургане завершился суперкубок Республики Казахстан по волейболу среди женских команд. В финал вышли признанные фавориты страны – команды Алтай и ЖТСУ. Они и оспорили звание сильнейшего клуба. А кто им стал? Смотрите в следующем сюжете. В этот день спорткомплекс ЖАСТАР был полон до отказа. На трибуне почти не было свободных мест. Начальную партию обе команды начали очень осторожно. До середины первого сета, не отпуская оппонентов в отрыв. Но все же семереченцам удалось переломить ход игры. Усилями сербской легионерки Сары Лозу и капитаны команды Ольги Данченко. Талдыкурганский клуб обыграл соперников на 8 очков. Итог первой партии – 25-18. Не менее зрелищной оказалась вторая партия. ЖТСУ дал явно понять, кто хозяин площадки. С самого начала, благодаря отличным атакам, семереченцы ушли в отрыв. На эмоциональном подъеме талдыкурганский клуб забивал мяч за мячом. Замены и перестановки тренера команды Алтай не смогли внести коррективы в ход игры. Вторая партия также осталась за ЖТСУ. Мы старались, боролись. Мы выполнили установку тренера и получилась очень хорошая игра. Мы показали свой профессионализм без ошибок. Болельщики очень помогли. Большое им спасибо. Потому что очень сегодня мощная поддержка. Нам это надо было и нам это помогло. Болельщик – это седьмой, как сказать, игрок на поле. Реакцию талдыкурганских болельщиков в этот день просто не описать словами. На протяжении всего матча на площадке скандировали лишь «Вперед ЖТСУ», «Алга ЖТСУ». И при такой поддержке, конечно же, ЖТСУ не остался в долгу перед публикой. Неотбиваемые подачи легионеров из Кубы, грамотные блоки от Татьяны Машковой. И, конечно же, молниеносные удары от Цары Лозо. И вот, к концу третьего сета счет 24-22. Сильнейшая подача от капитана команды Ольги Данченко. Волейболистки Алтая не смогли принять этот мяч. Вот и все. ЖТСУ – обладатель Суперкубка страны. Эмоции получили очень хороший волейбол. Показали обе команды. Ну, как в спорте побеждает сильнейший. Очень понравилась игра. Две равные команды. Всегда у них между собой принципиальные матчи. Но сегодня ЖТСУ сильней. И я думаю, что и в чемпионате они будут чемпионами. Эта победа не первая в копилке ЖТСУ. С 2009 по 2015 годы ЖТСУ становился чемпионом страны. В те же годы Талдыкурганский клуб был чемпионом Кубка Казахстана, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Азии. Эти достижения прежде всего достигнуты благодаря грамотной политике руководства клуба во главе с Акимом Алматинской области Аманды Камбаталовым. В нынешнем составе ЖТСУ собраны ведущие игроки страны. Тандем талантливой молодежи региона и опытных легионеров дает свои результаты. Я хочу вас всех поблагодарить за красивую игру. Действительно, такой красивой игры давно мы не видели. Обе команды прекрасные, сильные. Но площадка, вы знаете, игра показывает. Поэтому мы знаем, какая красивая команда Алтай. Наш ЖТСУ обновился. Поэтому спасибо вам. Пусть волейбол процветает. Все любят волейбол в Талдыкургане. Самое главное, молодежь растет. Поэтому, я думаю, все у нас впереди. Победы, победы, еще раз победы. Спасибо. Азаджу Маханов, Елеман Раимбеков, Жаслан Шенкенжи, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. Сразу шесть объектов строительства отстают от графика в Алматинской области. В их числе 60 и 50 квартирные два дома в Талгарском районе. А также три высотки в Капшигае, Текилии и Каратальском районе. На 50, 30 и 40 квартир соответственно. Отставание от плана 30-45 дней. Такую информацию обнародовали в ходе завещания под председательством первого заместителя Акима Алматинской области Лязата Турлашева. Как стало ясно, причина низких темпов, малое количество работников, а также нерациональное использование времени. Увеличить штат, а также организовать двух- и трехсменную работу. Объекты должны быть сданы в срок, поручил Лязат Турлашев. Замечание первый заместитель главы региона и сделал по качеству строительства. 17 нарушений выявлено в ходе неплановых проверок бюджетных объектов. По словам руководителя управления ГАЗ, к причине этому слабая и неорганизованная работа технадзорных компаний. К слову, их в регионе чуть больше 30. К примеру, ТУО УКС при штате всего в 17 человек обслуживает 81 объект. Работники чисто физически не успевают проверить все строительные площадки. Так, с начала года привлечены к ответственности 18 экспертов технадзорных компаний. Добавим, всего на сегодня в регионе возводят 688 объектов. 409 из них водные. Общая стоимость проекта в 63 миллиарда тенге. Каждым годом строится все больше новых объектов. Это очень положительная динамика. Однако вы, ответственные органы, до сих пор не можете привести в порядок работу. Не должно быть отставания от графика. Акимам районов и городов необходимо взять на особый контроль ход строительно-монтажных работ. Кроме того, по поводу качества. Вы не работаете с управлением ГАЗКО. Работа технадзорных компаний также оставляет желать лучшего. Если завтра дом обвалится из-за испорченной металлоконструкции, кто будет отвечать? Поручаю устранить все вышеуказанные проблемы. На нескольких объектах один технадзор. Он не успевает свои функциональные обязанности исполнять. Поэтому приходится много нарушений выявлять. На сегодняшний день предпринимательский кодекс гласит, что госорган самостоятельно не может, если не будет заявления по ЗОИ или от технадзора не будет обращения. В случае обращения мы имеем право выезжать и проверять этот объект. 12 государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности с начала года за нарушение норм законодательства в сфере госслужбы. Как рассказал председатель Совета по этике Алматинской области Серикбай Нургисаев, по сравнению с прошлым годом показатель сократился в четыре раза. В прошлом году к ответственности привлечены 49 чиновников. Департаментом государственной службы на постоянной основе ведется профилактическая работа. Это и поспособствовало снижению показателей, говорит Нургисаев. Любое заявление. Грубость. Неправильно принял, не ответил или заставил ждать еще что-то в этой служебной этике. То есть население уже требует от государственных служащих в отношении себя, чтобы он проявлял служебную этику. Это прописано в его законе о госслужбе и согласно этому он принял и присягу в отношении этого. Еще одна немалая важная миссия Департамента госслужбы – контроль за обращениями граждан. Это приоритет государственной внутренней политики. В своем первом послании Касымжомар Токаев отметил, что особое внимание надо уделить работе социальными сетями. Каждый государственный служащий должен быть в активном в социальных сетях по курируемым вопросам. Век интернета – это уже обязанность, говорит президент. То есть барьеров между властью и народом быть не должно. Только за текущий год в Департамент госслужбы Алматинской области поступило 740 обращений. Любое заявление сразу же входит в наш портал, и он без рассмотрения не остается. Это обязательно, стопроцентно. Ответ они получают. Вопрос – когда получил, свое время получил, качественно получил и полного объема. А потом удовлетворен он этим ответом, не удовлетворен – это же другой вопрос. Потому что они имеют право, если не удовлетворены, обращаться к высшитающему или в судебном порядке решить данные вопросы. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Место выживания или теневой бизнес? Стихийной торговли в Талдыкургане меньше не стало. Уступите дорогу. Насколько автолюбители Алматинской области уступчивы перед спецтранспортом? Проверили сотрудники противопожарной службы. В состязании лучших в рамках мероприятий, посвященных 325-летию Балфахбей, прошли конкурсы благословений, бота и стихосложения. На счету каждая секунда. В областном центре провели акцию «Уступи дорогу пожарному автомобилю». В ходе рейда сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области совместно с местной полицейской службой Талдыкургана выясняли культуру и социальную ответственность автолюбителей. Есть чем гордиться, как и есть чем стыдиться. Продолжение в сюжете. Держим путь к условному пожару, следуя по улице Жан-Сугурова. Машин много. В целом 90% автоводителей прижимаются к краю дороги, чтобы пропустить пожарный автомобиль. Но есть и такие, которые игнорируют специальные звуковые световые сигналы и призывы об уступке дороги, не пропуская спецтранспорт. Автомашина Митцебесе за госномер 892. Право прижимаемся. Пропускаем спецтранспорт. 892. Пропускаем спецтранспорт. С недобросовестными водителями сотрудники местной полицейской службы провели разъяснительную беседу. На первый раз виновники отделались с предупреждениями, но в повторный раз церемониться с ними никто не будет. Водителям автотранспортных средств мы просим соблюдать правила дорожного движения и уступать дорогу пожарным автомобилям при движении на пожар. Так как каждая минута дорога для спасения жизни людей. Такие плановые ряды организаторы проводят систематически. Граждане должны осознавать социальную ответственность и уступать дорогу спецтранспорту. Тем более с включенными проблесковыми маячками или звуковыми сигналами. Ведь эти виды автомобилей спешат спасти чью-то жизнь. Елеман Раимбеков, Мадина Берекоза, Надир Хамзин, телеканал ЖИЦУ, Талтыкурган. Свыше 800 фактов торговли в неустановленных местах зарегистрировано в областном центре с начала текущего года. 726 человек предупреждены, а 79 оштрафованы почти на миллион тенге. Тотальная зачистка от стихийных торговцев продолжается в областном центре. Подробности в материале. Разнообразие овощей и фруктов, одежда, электроника и многое другое. Талтыкурганский базар буквально заполнен всем необходимым. Бери, что хочешь. Да только товары нерадивые продавцы разложили в неустановленных местах. Как итог, хаос и полнейший беспорядок. Этот участок даже прозвали Блошиным рынком. Впрочем, проблема не только в незаконном предпринимательстве. Стихийная торговля создает большие заторы. Яблоку негде упасть, жалуются люди. Перехода нету. Что нам делать старикам? Продавцы заполнили всю улицу. Ещё ругаются, если заденешь случайно. Они не хотят платить, поэтому и вышли на улицу. При виде ревизоров предприниматели начинают спешно сворачивать свои импровизационные торговые точки. А после возвращаются снова. Однако есть и те, кто готов отстоять свои права. Ты уже с нами сколько воюешь? Никаке не предоставишь места без ге? А? Да что ты? Налоги, ИП. ИП, бар. Хотите документы? Полный пакет вам принесу. У меня есть ИП. Своё мнение высказали и продавцы с патентом. Они против стихийной торговли. Конкуренты с улицы, не обременённые налогами, наглым образом отбивают у нас покупателей. Сетуют они. Торговля не идёт. Сегодня ответственные лица ограничились лишь предупреждениями. Однако уже со следующей недели стихийных продавцов начнут массово штрафовать. Ибо к порядку, кроме как силовыми мерами, оказалось, людей приучить невозможно. Дамир Анитов, Надиб Айбусынов, телеканал ЖТСУ. Незадекларированные юани, доллары и тенге задержали при вывозе из Казахстана в КНР. Таможенники МЦП «СХарго» совместно с сотрудниками воинской части 2088 пограничные службы Комитета национальной безопасности задержали двух граждан Казахстана с крупной суммой незадекларированных наличных. Нарушители ввезли в ручной клади 3 миллиона 800 тысяч тенге, 3 тысячи долларов США, 90 тысяч китайских юаней, а также 570 крыгызских суммов. Общая сумма задержанных денежных средств в переводе на тенге составила около 10 миллионов по состоянию официального курса Нацбанка РК. В настоящее время все виновные лица привлечены к административной ответственности. Согласно части 3, ст. 551 Кодекса об административных правонарушениях страны. Торжественно клянусь, 23 талдыкурганских школьников вступили в ряды детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Жасарбас». В церемонии принесения ими присяги принял участие заместитель начальника генерального штаба ВСРК Мухаммеджан Таласов. Как отметил он, учебный день кадета расписан практически по минутам. Школьники заняты с утра и до вечера. В первой половине дня у них проходят уроки общеобразовательного цикла. После обеда занятия по строевой и огневой подготовке, психологии, этике и изучению законодательства страны. Создание кадетских классов в первую очередь направлено на воспитание патриотизма и любви к родине, профилактике правонарушений в школьной среде. Я очень рад вступить в ряды «Жасарбас». Это большая гордость, но в то же время ответственность. Мы готовились два месяца к этой церемонии. Обещаем прилежно учиться основам военной жизни. Надеюсь, что в будущем мы станем достойными гражданами нашей страны. В Алматы жители одного из домов возмутились строительством объекта около своего дома и решили сами засадить этот участок саженцами, передает закон КИЗ. Оказывается, там хотят построить медицинский оздоровительный центр. Жильцы дома решили сами противостоять строительству здания и высадили целый сад. В итоге они купили около 100 саженцев за свой счет и высадили их на той площадке. В свою очередь в Управлении городского планирования и урбанистики заявили, что на проектирование и строительство медцентра разрешительные документы или эскизный проект не выдавались. 14 казахстанцев участвовали в террористической деятельности в Сирии. Они вербовали и пропагандировали терроризм, сообщают новостные порталы. По сообщению КМБ страны, завершено расследование уголовного дела в отношении 14 граждан, которые, поверьте, следствия в Сирии состояли в одном отряде ДАИШ. Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также завершении иных тяжких преступлений. Материалы уголовного дела переданы в специализированный межрайонный уголовный суд Нурсултана. В Шымкенте женщина устроила скандал в аэропорту и накинулась на сотрудницу авиакомпании Air Astana из-за того, что ей отказали в перелете ребенка без свидетельства о рождении. Агент по регистрации пассажиров проинформировала пассажира о том, что для перелета необходим соответствующий документ. Женщина, не отходя от стойки регистрации, в грубой форме, сопровождавшаяся оскорблениями, начала требовать от агента выдачи посадочного талона на ребенка без документов. На любые попытки сотрудника авиакомпании разъяснить требования законодательства, женщина реагировала агрессивно. Препятствовала другим пассажирам пройти регистрацию, посадив детей на багажную ленту и угрожая поджогом и голодовкой. В конечном итоге женщина нанесла работнику авиакомпании два удара. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Продолжаем выпуск. Великая степь хранит имена выдающихся личностей и память о них. 325-летие Великого Бия и Батыра Балпакби отмечают с большим размахом в Талдыкурганском регионе Алматинской области. Так, в Куксусском районе это событие ознаменовалось необычным состязанием среди аксакалов, съехавшихся из семи регионов страны. Подробности в материале о Нурме Ирхановой. Череда торжественных мероприятий началась с открытия аллеи, ведущей к памятнику Балпахби. Почтить память Великого Предка и стать частью юбилейных событий съехались самые именитые уроженцы Куксусского района. Народные артисты Республики Казахстан Нуржуман Ихтимбаев, Алимгазыра Эмбеков и многие другие заслуженные и общественные деятели региона. Народ в приподнятом настроении. Что еще нужно нам? Такие праздники возможны благодаря единству и согласию нашего народа. Мы ценим прошлое, уважаем настоящее и стремимся в будущее. Таким образом мы обогащаем нашу историю, культуру, национальную память. Сегодняшний юбилей является тому ярким подтверждением. Гвоздем программы стало необычное состязание. Для участия в нем съехались аксакалы из семи регионов страны. Конкурс состоял из трех этапов. Участники на заданные темы давали благословения Бата, а также отвечали на вопросы викторины о народных традициях и обычаях. Призовой фонд составил около 2,5 миллионов тенге. Победителем гран-при стала Манжол Дураль-Лиулы из Жуалинского района Жамбылской области. По утверждению аксакала он знает наизусть более 40 благословений. В своем селе, в своем районе я известный би. Сегодня обряд Бата проводится все реже и реже. Поэтому этот конкурс очень важен. Главное, чтобы наша молодежь помнила о национальных традициях. Думаю, со временем организаторы расширят масштаб этого конкурса. При оценке участников особое внимание было уделено чистоте произношения, богатству языка, ораторскому мастерству, актерскому и сценическому образу, отметил член жюри Нур-Лиулы Манголиулы. Это мероприятие дало нам возможность оценить уровень духовного богатства старшего поколения. В этом году мы впервые проводим такой конкурс. Бата – народная традиция, богатство народа. Она до сих пор остается актуальной. Мы хотим, чтобы молодое поколение брало пример с пожилых людей и помнило наши обычаи. В этот раз в искусстве мудрого напутствия состязались 13 человек. Это старейшины Жамбылской, Туркестанской, Кызалардинской, Алматинской областей, а также городов Шимкент и Алматы. По утверждению организаторов конкурса Совета ветеранов Алматинской области, в настоящее время эта традиция стала отходить на второй план и терять свою важность. В этой связи в перспективе проведение мероприятий такого рода сделать ежегодным. И не только среди аксакалов, но и более молодого звена. Айнур Мирханова, Нуржан Муканов, телеканал ЖИТСУ, Куксусский район. Память священная. 325-летию Балпахби посвятили поэтические состязания Акны. Под свои знамена мероприятие собрало свыше 40 импровизаторов из разных уголков страны. Судьбоносные решения великого Бия в те нелегкие годы 17 века. И его героизм стали главными темами творческого состязания. В итоге пальма первенства досталась заместителю главного редактора газеты ЖИТСУ, Нусибаю Абдрахиму. В числе призеров оказались представители из Восточно-Казахстанской, а также Акмолинской областей. Все они отмечены благодарственными письмами и ценными призами. Очень правильно, что мы проводим такие поэтические состязания. Прежде всего, это важно для молодежи. Каждый из них должен чтить истории своего народа, в том числе знать великих сыновей казахской степи. Такие люди, как Балпахби – гордость всего народа. Вот кого испокон веков называли нашими духовными учителями. Эффективность перехода на латиницу обсудили в областном центре. В Талдыкургане прошел практический семинар, организованный Ассамблей народа Казахстана. В нем приняли участие профессоры, занимающиеся изучением данной темы, а также представители этнокультурных объединений и молодежь. Участники встречи обсудили значение перехода на латинскую графику, возникающие трудности и проекты реализации. Как известно, для письменности казахского языка в прошлом использовались алфавиты разнообразных систем. Кириллица официально была принята в 1940 году и будет использоваться в Республике Казахстан параллельно с новым латинским алфавитом до 2025 года. По словам спикеров, переход на латинскую графику позволит решить сразу несколько вопросов. Один из них — это большое количество букв в казахском алфавите. Отныне их станет на 10 меньше. Как отметили организаторы, подобные семинары проводятся с разъяснительной и пропагандистской целью. Нужно вести такую агитационную работу, потому что многие не понимают и до сих пор спрашивают, для чего мы переходим и зачем это нужно. Переход казахского языка на латинскую графику имеет историческое значение. Это вхождение в мир прогресса, в мир передовых технологий. И благодаря этому мы войдем в глобальное информационное пространство. И у мирового сообщества будет возможность ознакомиться с нашей историей, с нашей культурой, с нашими традициями. Нидерландские фермеры возмущены правительственными мерами по борьбе с изменениями климата, которые, как утверждают собравшиеся, несправедливо направлены против сельскохозяйственного сектора. Фермеры утверждают, что меры, вроде обязательного сокращения выбросов азота, несправедливо наносят удар именно по их отрасли, в то время как совсем рядом есть и менее экологические предприятия. В пример приводят расширение территории аэропорта Амстердама. На акции протеста в городе Утрихт приехало более трех тысяч тракторов. Тяжелая техника блокирует движение другого транспорта. Такое действие вызвало незамедлительную реакцию правительства. Члены Кабмина хотят как можно скорее начать диалог с фермерами. Десятки тысяч человек покинули свои дома в районе боевых действий на северо-востоке Сирии. По оценкам ООН из районов, где Турция проводит военную операцию, в общей сложности бежали уже 160 тысяч человек, в том числе 70 тысяч детей. Многие останавливаются у родственников и друзей. Также на территории школ и недостроенных зданий организованы 33 временных пристанища. Из-за турецкой военной операции на северо-востоке Сирии международные гуманитарные организации, такие как «Врачи без границ», сворачивают свою деятельность и прекращают оказывать помощь населению в этом регионе. Стал известен следующий соперник Конора Макгрегора в UFC. Ирландский боец смешанных единоборств в декабре проведет бой с бывшим чемпионом организации в легком весе Фрэнки Эдгарда, на счету которого 23 победы в 31 бою. Информацию о поединке оба бойца подтвердили у себя в Твиттере. Однако точную дату и место проведения не огласили. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова